Внимание на дорогу! В Бобруйском районе проверили автобусы международного сообщения. Ответственность несут как и пассажиры транспорта, так и водители. На чем акцент? Дорога в никуда. В Могилеве задержаны оптовые курьеры удовольствия. Около месяца работали на наркомарке. Какое будущее светит после криминального прошлого? Стиль жизни? Спорт. В городе прошел молодежный велокарнавал. Много эмоций получала. Кто присоединился к празднику? А также закупки продовольствия, укрепления партнерства и популярные ответвления. 130 предприятий Беларуси развивают промышленный туризм. Кто в топе? Итоги уходящего понедельника подводят наши корреспонденты и я, Юлия Евтушенко. Ради красоты. Бобруйские коммунальщики ежедневно на страже благоустройства улиц. На сегодня проделан огромный пласт работы. К концу августа в городе завершены работы по ремонту дорожной сети. Около 165 тысяч квадратных метров, порядка трех с половиной ямочного. Отремонтированы проезжие части таких улиц. Жуковского, Крестьянская, Комбинатская. Выполнено около 38 тысяч квадратов текущего ремонта тротуара в плитке. Выполнены работы по таким улицам, как улица Лунькова, улица 50 лет ВКСМ, проспект Георгиевский. В этом году Бобруйск и жилкомхозом перевыполнен план по объему работ в рамках выделенного финансирования. До конца 24-го можно ожидать поступления дополнительных средств для проведения дальнейшего благоустройства. Ошиблись по-крупному. 20-летние парни променяли молодость на жизнь за решеткой. В гараже одного из задержанных и в тайнике на территории Могилева оперативники обнаружили и изъяли почти полкило особо опасных психотропных веществ. Могилевчане около месяца работали на наркомаркете. Запирая крупную партию наркотиков, они делили его на более мелкие для дальнейшего распространения через тайники. Возбуждено уголовное дело за незаконный оборот наркотиков с целью сбыта. Фигурантам грозит до 15 лет лишения свободы. Строительный юбилей, временные ограничения и продажа с пользой. Белков Союз начал закупки овощей и фруктов у населения. Что почем? Громкие заголовки дня далее в специальном обзоре. Беларусь и Китай укрепляют партнерство в сфере инноваций. Большой пул мероприятий запланирован в рамках двухлетнего сотрудничества. Ожидается активизация трансфера технологий с их последующим внедрением в реальный сектор экономики. Совместная работа с Синеокой и Поднебесной развивается уже много лет. Ее результаты находят применение в медицине, промышленности и биотехнологиях. Белков Союз начал закупки овощей и фруктов у населения. Ежегодно потребительские объединения приобретают почти 200 тысяч тонн. В республике работает без малого 800 точек. Цены варьируются в зависимости от региона, сорта и качества. Например, картофель стоит от 80 копеек до рубля за килограмм, огурцы – по два, помидоры – от двух до трех. Чернику можно продать по 6 рублей за кило, крыжовник – по 10. Так, Белкоп Союз уже отоварился на более чем 10 тысяч тонн. 130 предприятий Беларуси развивают промышленный туризм. В лидерах – БелАЗ, МТЗ и МАЗ. За пять месяцев количество посетителей на «Гиганте» увеличилось почти на четверть – до 20 тысяч человек. МТЗ принял 16 тысяч, МАЗ заинтересовался выше 4,5. В Минпроме уверены, такая активность не только популяризует производство и продукцию, но и помогает привлекать кадры в отрасль. Министерству архитектуры и строительства Беларуси – 30 лет. В стране возводятся миллионы квадратных метров жилья, объекты социального значения и историко-культурного наследия, здания государственной важности, особое место в послужном списке – Дворец независимости. Ежегодно в числе значимых стройок не менее 7 тысяч наименований. Ограничения на посещение лесов не введены только в пяти районах Беларуси. В связи с этим исключены въезд транспорта, проведение турслетов и коллективных выездов с палатками. Не возбраняется сбор ягод и грибов, однако без разведения костров на привале. Отслеживать информацию можно по интерактивной карте, размещенной на официальном сайте Минлесхоза. Профилактика беды. Сотрудники ГАИ, Бобруйского райисполкома и дорожной инспекции провели совместный рейд на контроле автобусы международного сообщения. Обо всем по порядку. Роман Костюков. За последний месяц лета сразу два ДТП с участием автобусов международного сообщения. 18 и 21 августа из-за сильного переутомления водители уснули и съехали в Кювет. Из 67 пассажиров, 4 с травмами госпитализированы. Сотрудники ГАИ и транспортная инспекция в первую очередь заострили внимание на техническом состоянии транспортных средств, документации и правомерности переоборудования авто. Проверяем режим труда и отдыха водителей. Диагностические карты прохождения технического осмотра. Соответствие водительских карточек, фамилиям водителей, которые, чтобы не ездили под другими карточками. Очень часто автобусы из дальнего зарубежья, я имею в виду Грузию, туда Армения, они ездят по одному водителю. Можете себе представить, сколько он сможет проехать. Внимание к мелочам. В Бобруйском районе контроль ведется по всем направлениям. Субботу на трассе М-5 в сторону Говеля, несмотря на жару, оживленно. Этот участок излюбленный в турмаршрутах. Здесь госавтоинспекция проверяет соблюдение всех норм и правил дорожного движения. Административная ответственность предусмотрена. Ответственность несут как и пассажиры транспорта, так и водитель, который перевозит пассажиров. Части, касающиеся ремней безопасности, не используют. Ну, за режим труда и отдыха несет ответственность водитель, а также перевозчик. Понимание ответственности. Под жезл попадают все автобусы, которые возникают в поле зрения правоохранителей. Как итог рейда, ни одного нарушения. Все перевозчики, водители и пассажиры строго соблюдают правила. Конечно, соблюдаем правила движения. Пассажиры предупреждаем, чтобы все были пристегнуты. Все нормы выполнены. Соблюдение ПДД, режима труда и отдыха – залог безопасности на дороге как самих водителей, так и всех окружающих. Когда каждый участник движения действует осознанно и ответственно, это снижает риск аварий, сохраняет жизни и делает дорогу более предсказуемой и спокойной для всех. Роман Костяков, Дмитрий Шевцов, Бобруйск, 360. В Бобруйске за 7 месяцев этого года зафиксирован рост заболеваемости сальмонеллезом. Резкое повышение температуры, боль в области живота, диарея, тошнота, а иногда и рвота. Симптомы появляются через 6-72 часа и длится болезнь от 2 до 6 дней. Источниками передачи, как правило, выступают пищевые продукты животного происхождения. В основном яйца, мясо, молоко, редко овощи, фрукты, ягоды и зелень, которые плохо вымыты. Способствует этому еще и стихийная торговля. Бабушки продают свои яйца домашние, творожок и мясо, куда она пришла в 8 утра. И вы, естественно, после работы бежите своим детям купить все самое свежее домашнее. И вы не знаете, что эти яйца, потом не дожарив и не разбив желток, до конца не прожарив, могут стать причиной заболевания вашего ребенка. Некоторые любят сырые яйца пить, некоторые любят мясо с кровью, более-менее не прожаренное. Почему-то считается это как деликатес. Однако потом с этими последствиями деликатеса долго разбираться. Важно помнить, бактерии сальмонеллы хорошо сохраняются и долго живут в окружающей среде. Им не страшен холод, поэтому заморозка продуктов не предотвращает заражение. При этом во время кипячения эти бактерии погибают мгновенно. В духе ретро-технокосмо. Молодежный велокарнавал украсил улицы Бобруйска. Праздник спорта в третий раз собрал фанатов экотранспорта. Велоколона пестрила госсимволикой, тематическими образами, украшенными железными конями и, конечно, отличным настроением. Атмосфера спортивного азарта объединила свыше 200 участников. Очень рада, что поучаствовала в этом событии. Было очень весело, много эмоций получала. Правильное дело, все эти велопробеги. Почему? Во-первых, это польза для нас, для здоровья. Им все понравилось, первый раз тут были. Я не думала, что будет так весело кататься по городу. Очень приятная атмосфера. Славяночка участвует первый раз. Все очень классно. Будем еще участвовать. Организаторы спортивного события, БРСМ и пионерия. За плечами у активистов поддержка администрации города. Безопасность велопраздника обеспечили ОГАИ УВД Бобруйского горисполкома. Велокарнавал «Стиль жизни» реализовывается согласно межведомственной программе «Забота», которая реализуется на территории города Бобруйска. Очень классно, что примером для пионеров сегодня в одном ряду стали и предприятия города Бобруйска. Это «Славянка», «ТДА», а также шикарно, что к нам присоединились техникумы и колледжи нашего города. Велоколона проследовала по традиционному маршруту – от Вечного Огня по Минской и Карбышево. Финишировали участники возле мемориального комплекса жертвам фашизма. Сразу после новостей – новый выпуск историко-культурного проекта «Старый город». Небольшие особнячки с мезонинами и прекрасные доходные дома в стиле модерн. Многие из нас любят гулять по улицам Старого Бобруйска, где все еще сохраняется его уникальная атмосфера. Сегодня встреча пройдет на улице Карла Маркса, 78. Не пропустите. Это все из событий к этой минуте. Смотрите нас в интернете и соцсетях. Мы в эфире каждый будний вечер. Счастливо! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok